Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Вчера мы с вами говорили о выступлении Софьи Михайловны Ротару. Это было выступление в Берлине, по всей видимости это корпоратив. Краткое видео тоже есть. И многие зрители обратили внимание, вот я сегодня посмотрел, вышло огромное количество материала по этому поводу, что у Софьи Михайловны, но поскольку это вот визуально видно на видео, тремор присутствует, очень сильно трясется рука. В один момент видно, что она еле справляется с ним, фактически микрофон чуть ли не выпрыгивает у нее из руки. И зрители, поклонники, фанаты беспокоятся, заподозрили, как пишут в СМИ, болезнь Паркинсона. Напомню, Софья Михайловна Ротару, 74 года, и мы вчера с вами рассуждали в принципе об эстраде, о пенсии, простите, песне года, которая вот скоро будет, по всей видимости, там будут выступать артисты, которые выступают последние 50 лет на сцене. Значит, друзья, все дело в том, что, конечно, 74 года, возраст и так далее. Я говорил о том, что я, это мое субъективное оценочное мнение, не верю, что Софья Михайловна выступала на «Новой волне». Она говорила, что выступала по приглашению большого друга Игоря Яковлевича, очень крутого организатора «Новой волны». Но там у нее, мне вот сколько ни писали, посмотрите, некоторые люди, там тоже рука, там у нее ничего не трясется. И, собственно говоря, внешне тоже очень сильное отличие. Поэтому у меня такое, вы знаете, ощущение, что выступала там не Софья Михайловна. Не знаю, я не утверждаю ничего, но тем не менее. Но вот на этих кадрах, вот выступление в Берлине, отчетливо видно, что очень сильно трясется рука. И когда говорят, что Софья Михайловна живет, что называется, немного, так сказать, даже в затворничестве, может быть, какие-то проявления есть. Не знаю, друзья. Но вот что пишут, например, в Федеральной агентстве новостей. Поклонники заподозрили болезнь Паркинсона у Софии Ротара после концерта в Берлине. Вы знаете, что это очень серьезное заболевание. Значит, певица София Ротару дала концерт в Берлине. Во время исполнения своих многочисленных хитов, легенды сцены напугала фанатов. У нее сильно тряслись руки, что может указывать на наличие болезни. Значит, артистка появилась перед поклонниками в черном костюме Тройки. На ней была широкая юбка с зелеными вставками и пиджак. Ротару исполнила хиты «Червона Рута», «Белый танец», «Луна Луна». Поклонники с удовольствием наблюдали за ее выступлением, делились видео в соцсетях. Поэтому Ротару видно близко, не так, как на новой вал недалеко сцена. Видно очень близко. И, собственно говоря, вот тем, кто особо внимательный человек, удалось разглядеть вот такие моменты. Сразу бросалось в глаза, что 74-летняя София Ротару активно жестикулирует. Она, значит, словно старалась отвлечь зрителей от своих трясущихся рук. Действительно было видно. Вот в тот момент, когда она поворачивалась, у нее вот прям вот чуть микрофон не вылетел. Она справилась с этим, потом продолжила выступление, развернулась, и она начала вот немножечко пританцовывать и руками двигать вот действительно словно специально в стороны, в разные, ну, как будто пританцовывая. Потому что в один момент у нее рука разошлась, разошлась, и прям вот при повороте я обратил внимание, что она, был такой момент, что она смутилась. Значит, в принципе, ничего страшного там нет. Возраст 74 года, мы это все все понимаем. Но вы знаете, когда я уже вот говорил, я это никому не отношу, слово естественно, абсолютно никому. Но киборги, вот киборги, понимаете, киборги на сцене, вот, собственно говоря. То есть, еще раз говорю, дорогу молодым, да, я считаю так. И классно, когда люди, так сказать, старшего возраста так же считают. Но, я еще раз повторюсь, вот вчера у нас горячая дискуссия была на эту тему. Каким молодым-то? Ну вот каким молодым дорогу? Понимаете, в чем дело? Вот мы вчера говорили, Панайотов, Чумаков, Диана Анкудинова, Сумишевский, который сам себе дорогу пробил. Они все фактически пробивают дорогу сами себе. Почему? Потому что на них денег не заработать. Поющие трусы, вышла девочка, в трусах там полуодетая, спела песню, в которой ничего не понятно, тыс эти, она во всех там чартах, на первом месте, везде, по музыкальным телеканалам, повсюду, на ней можно заработать. Понимаете? Потому что сейчас дебилизация достигла такой степени, что музыка имеет, я уже говорил, два эффекта. Воспитательный можно воспитывать, духовный с помощью музыки. Мы, если почитаем классиков, то что мы читаем? Значит, например, приехал жених там свататься, спустилась девушка, села, музицировала и так далее. То есть это было действие, это было что-то такое очень одухотворенное. Или музыка может низвергать до животных инстинктов, что сейчас и происходит. И сейчас настолько отбили уже, что называется, желание у зрителя качественной музыки, настолько насадили, просто вбили в голову вот эти вот то-то-то, 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 вот два прихлопа, три притопа, особенно молодежи, что запросы на качественную музыку есть, у небольшого количества людей запросы есть. Поэтому, вы знаете, когда ты слушаешь молодых исполнителей, вот, которые действительно умеют петь, ты задаешься вопросом, почему их нет на концертах, на выступлениях, там, где они должны быть, почему крутят какую-то галиматью, какую-то абсолютнейшую. Во всей видимости, это продолжение общей политики, связанное с тем, что в театрах происходит, что происходит на телевидении, а дебиливание, чем больше дебилов, тем лучше, по всей видимости так, да, потому что умные люди, они умеют думать, могут анализировать, могут принимать решения, могут быть свободными, а дебилы, они, извините за выражение, так сказать, покорно будут делать, что нужно. Ну, вот такой вот вывод, это мое субъективное оценочное мнение. Поэтому, друзья, что я хочу сказать, поэтому Софья Михайловна Ротару, здесь, конечно, это открытие для поклонников, это вот впервые, это настолько вот ярко видно, но в целом могу сказать, что, конечно, может быть, это от большого количества и пластических операций, в том числе, вы знаете, что при них там наркоз, и так далее, тоже все очень серьезно влияет на организм, но тем не менее, для меня, в первую очередь, даже не это, а вот она очень не похожа на ту, Софья Михайловна Ротару, которая выступала на, что называется, новой волне. И в целом, я могу сказать, друзья, что, когда сейчас, вот мы будем смотреть песню, песню года, вот, и опять мы увидим Ротару, Леонтьев, т-т-т-т-т-т-т, Буйнов, вот это вот, ну, 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 слушайте, ну, есть предел во всему, ну, есть предел просто, и разбавляют молодыми всеми теми же, вот, которые, вот, еще раз говорю, это поющие трусы просто, поющие трусы, но у них есть продюсеры, у продюсеров есть деньги, они платят телеканалам, телеканалы подключают их сюда, платят на радиостанции, и мы в итоге слушаем этот шлак, абсолютнейший. Но когда уже во главе угла встанут не деньги, а творчество, как великолепный соседов говорит, да, не деньги, не хайп, а творчество. Но люди хотят слушать хорошую музыку современных исполнителей, не тех, которые 50 лет, можно и их включить, конечно, безусловно, отдавая дань уважения и знак качества, это все понятно, но, друзья, интересно ваше мнение, вчера уже многие высказали, но здесь вот по поводу болезни Паркинсона, что думаете, что вообще думаете по поводу состояния эстрады, может быть, новые зрители появятся. Друзья, с вами был Будда Гришна, подписывайтесь на канал, кому интересно, оформляйте подписку на резервный канал, на всякий случай, Будда Гришна Лайв, вместе мы силой, считаю, что таким путем мы с вами можем добиться чего-то или обратить внимание на какую-то проблему. Друзья, также присылайте ваши новости, ваши истории, ваши сообщения в Инстаграм, Будда Гришна Нижнее Почеркивание Единичка на латинице Инстаграм и Будда Гришна Три Российских Флага на русском языке. Подписывайтесь на Инстаграм, крайне интересный ресурс, полезный очень. Всем пока, друзья, до встречи. Хотел сказать, слушайте качественную музыку, где ее найти? Я вам желаю найти качественную музыку. Вот так. Да. Всем пока.